Активная жизненная позиция, небезразличное отношение к жизни города. Так говорят про добровольных народных дружинников. В Уссурийском округе официально работает 7 команд ДНД, плюс 23 группы правоохранительной направленности. Те, кто еще не получил официального статуса и удостоверения представителя дружины. В начале текущего года по инициативе участковых уполномоченных нашего отдела создана народная дружина имени сотрудника погибшего при исполнении служебных обязанностей. Каждую неделю сотрудники в погонах совместно с общественниками патрулируют Уссурийские улицы. Только за этот год с помощью дружинников удалось пресечь около 200 административных правонарушений. Традиционно в преддверии Нового года в администрации выбирают лучшее ДНД. На этот раз лидерами стали активисты Новонекольска и дружина 5-6 километров. Очень много мест, где купаются люди. И мы совместно с сотрудниками милиции этим летом проводили достаточно много рейдов. То есть нам выдали форму, но не форму, у нас есть жилеты. Мы одеваем жилеты, чтобы было видно, что это и народная дружина. Развитие Институт дружинников получил в советские годы. Потом был долгий спад. Несколько лет назад общественность Уссурийска активно включилась в наведение порядков на улицах и во дворах. В последнее время армия добровольных народных дружинников растет. Захотела помочь в организации объединенной дружины, чтобы больше было порядка. Будет, может быть, какая-то маленькая помощь в этом. Хотела поучаствовать, потому что молодой была, когда участвовала во всех мероприятиях. Ну и также с возрастом не отказалась от принятого предложения. По заслугам и благодарности, кроме дипломов победителей в смотре, конкурсе, лучших активистов наградили благодарственными письмами временно исполняющего обязанности губернатора Приморья. Обсудили на встрече и планы на 2019-й. Начало Нового года для дружинников ознаменуется созданием новой дружины, которая будет сформирована из молодежи Уссурийска. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова